МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Медсовет. С вами я, Алла Варикова, и вас ждет очередное путешествие в мир медицины и здоровья. Поехали! Сегодня в программе. Расскажем, решение какой стоматологической проблемы не удастся отложить на потом, и почему она сама приведет в кресло к доктору. Узнаем о самочувствии пациента, которому врачи вернули утраченную руку. Побываем на экскурсии в онкологической лаборатории. Протестируем самые модные направления фитнеса. Познакомимся с технологиями, которые челябинские доктора противопоставляют инсульту. Пойдем на прием к доктору-атласотерапевту, чтобы исключить диагноз под вывих первого шейного позвонка. Сегодня начать хочу со стоматологии. Обычно все оздоровительные методики я пробую на себе в качестве эксперимента, а сегодня по необходимости. Заодно познакомлю вас с понятием периодонтит. Существует один очень эффективный способ перестать бояться стоматологов. Достаточно просто довести зубы до такого состояния, когда боль станет просто невозможно терпеть. Шутки шутками, но доктора часто сталкиваются с таким явлением, как периодонтит – воспаление около корня зуба. Я так страстно и долго призывала вас, дорогие зрители, регулярно посещать специалистов в профилактических целях. Видимо, так была занята этим, что едва не прошляпила свой собственный зуб. И теперь пришла за спасением к доктору-стоматологу Елене Верховских. В начальных стадиях все, как водится, вроде бы хорошо и незаметно. Чаще всего пациент начинает беспокоиться, когда обнаруживает появление постоянно нарастающей, пульсирующей боли, особенно при нажатии на зуб. Дальше – хуже. Может быть отек, покраснение десны, температура у пациентов бывает, ну и различные проявления, даже может быть отек на лице. Поэтому периодонтит – это более сложное воспаление в зубе, которое может даже привести к потере зуба. Периодонтит может явиться следствием запущенного кариеса или пульпита, при котором пульпа уже не может служить барьером для токсинов, и они проникают за верхушку зуба. Также заболевание бывает вызвано травмой или приемом медикаментов. Хронический периодонтит – это как бомба замедленного действия. Обязательно проводится рентгеновское исследование. Если на рентгеновском исследовании есть большие изменения в области корня, гранулема или киста, то приходится зуб удалять. Единственное, что поможет в этой ситуации – своевременное обращение к специалисту. Успех лечения зависит от профессионализма врача и стадии заболевания. Когда есть возможность сохранить зуб, зуб открывают, промывают каналы, вычищают оттуда все воспаление, а затем зуб длительно лечится, вносятся противовоспалительные препараты, даже бывают антибиотики назначают. Лечение проходит в несколько этапов, и необходимо строго соблюдать рекомендации. Тем не менее, если все не так плохо, есть шанс сохранить зуб. Вывод – нервы и здоровье экономит старая добрая профилактика. Так что добро пожаловать в кресло! В Японии до начала 20 века существовала традиция охагуру – чернение зубов специальным лаком, состоящим из раствора железа в уксусной кислоте с добавлением красителя из чернильных орешков. Краска на зубы наносилась ежедневно и предназначалась как для красоты, так и для укрепления эмали. Стоматология доктора Верховских. Более 18 лет лечения и протезирования зубов. Работаем с гарантией по антикризисным ценам. Кариес – от 1200 рублей. Пульпит – от 2990 рублей. Профессиональная гигиена – 1500 рублей. Бизнес-дом Спиридонов. Офис 308. Телефон 263-2339. Теперь расскажу, почему банька осталась недостроенной, и кто помог поверить жителю Увелки, что в единоборстве циркулярной пилы и профессионализма врачей, врачи всегда побеждают. Сергей Величко из Увелки – человек работящий. На выходных решил сделать пол в собственной бане, но не заметил работающую циркулярную пилу. Так заканчивается эпопея строительная и начинается хирургическая. Такие случаи, они описываются сразу же в мировой литературе. И даже в любой стране мира эти все вот такие случаи крупной реплантации, они обращаются всеми средствами массовой информации. И затем описываются в медицинских журналах. Потому что руки, ноги отрезают не каждый день. Буквально секунда, и правая кисть уже повисла на лоскуте кожи. Начался страшный отсчет. У врачей было всего пять часов, чтобы вновь запустить кровообращение. Строгал доски, а диск не убрал. Еще до этого хотел убрать. Ну, рубанок здесь, а диск маленький. Доску подал, стал обходить, и попал в этот диск. Ну, быстро все было, даже не почувствовал. Схватил ее, да пошел, жену крикнул. Там увидел его в истерику. Ну, я тут, это, еще пошел, что-то хотел переобуться. Руку держал. Хирурги в Южноуральске, куда привезла Сергея скорая помощь, дали всего 10-процентный шанс на благоприятный исход. И направили пациента в Челябинскую областную клиническую больницу. Более 10 часов 10 человек спасали руку. И спасли. Четыре вены сшиваются. Сшиваются 10 сухожилий, 5 сгибателей, 5 разгибателей. Делается остеосинтез костной ткани. Сшиваются нервы, три нерва здесь, середины, лучевой и локтевой. И делается кожная пластика. Операция происходит под микроскопом, в таком вынужденном положении, силия, с зафиксированными конечностями, с специальным шовным материалом, со специальным микрохирургическим инструментом. И такое длительное, конечно, там считается, что 3-4 часа и надо менять бригаду. Потом устаёт глаза, устаёт руки, начинается тремор. Зачастую человек, потерявший конечность на уровне средней трети предплечья, заведомо инвалид первой группы. Сергею дадут третью, а через год-два снимут. Нашим хирургам не привыкать к таким сложным операциям. Однажды они пришивали сразу две отрубленные конечности, и всё кончилось хорошо. Я сразу просил, чтобы руку оставили, потому что без руки вообще не представляю себе. Сейчас заведующий отделением Александр Пухов даже посмеивается. Современные циркулярные пилы ампутируют идеально, не то что старые. Обещают, что кисть Сергея восстановится полностью. Он уже может шевелить пальцами, хотя врачи пока это и запрещают. Впереди реабилитация, ЛФК и физиотерапия. Так что баня пока останется без нового пола. Нам кажется, что про рак мы знаем всё. Но где подтверждается или снимается онкологический диагноз? Приглашаю вас на экскурсию в онколабораторию. Онкологический диагноз никогда не ставится на обум. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения врачей, необходимы точные исследования. Их обеспечивает лаборатория Челябинского онкодиспансера. Современная и технически оснащённая. Лаборатория онкодиспансера работает в очень интенсивном режиме. Здесь проводится масса исследований. Более 130 тысяч в год. Что происходит от сдачи материала до заключения, расскажет заведующая лабораторной диагностической службой Анна Семёнова. Здесь у нас гистологическая лаборатория. И препараты приносят у нас в течение всего дня. С утра до вечера, до позднего. Пока идут операции. Здесь вас встретят улыбчивые регистраторы, которые всегда примут ваш материал, примут пациента. Пациент напишет все необходимые документы. А также здесь его приносит медицинский персонал в специализированных контейнерах. Через регистратуру проходят фрагменты опухолей, органы полностью или органокомплексы. Их будет необходимо исследовать, чтобы грамотно спланировать дальнейшее лечение. Чтобы нам увидеть под микроскопом микропрепарат, нам нужно его из кусочка превратить в срез. Чтобы превратить его из кусочка в срез, начинается много этапов его обработки. Один из первых этапов – это разбор первичного материала, вырезка и формирование вот этих самых маленьких, так называемых сырых кусочков. После этого производится фиксация в контейнерах данных кусочков. Что такое фиксация? Это уплотнение, формалиния, чтобы они не разлагались. Чаще всего исследования ведутся в обычном режиме. Но случаются моменты, когда ответ хирургу нужен уже через 20 минут. Тогда все происходит в экстренном режиме, и срез делается прямо здесь. Сначала мы капаем на металлический столик, который здесь находится в воду, на нем орган, орган застывает, и далее мы уже нарезаем их на криостате. Затем проводка в ускоренных гистопроцессорах. Это шаг к следующему этапу. После проводки сюда приносим все кассеты, и здесь изготавливаем парафиновые блоки, которые после будут резаться на микротоне. Чтобы детально изучить срез, его нужно уплотнить. Для этого и применяется парафин. И вот мы получили микропрепарат, получили парафиновый блок. Мы можем теперь срезать его, поместить на стекло, и получить тонкий срез толщиной 5-6 микрометров. Если на срочном исследовании срез может позволить себе быть чуть скомканным, то здесь его необходимо сделать идеальным. У нас получился тонкий срез парафиновый, но он абсолютно прозрачен, мы на нем ничего не увидим. Поэтому нам обязательно нужно его окрасить. На экране мы выбираем нужный протокол окраски. Здесь производится окраска стекол, и дальше идет их заключение под пленку. Берем барабан со стеколами, которые уже покрасились. Далее мы вставляем покрасочный аппарат и покрываем. Здесь вмещаются три барабана. В каждой барабанчике по 20 стекол, то есть всего 60 стекол. Материал готов к исследованиям и попадает в руки биологов. Мы закончили технологическую часть нашего процесса, и теперь приступаем к детальному анализу. Вот здесь мы увидим специалистов, которые сидят и изучают данные микропрепараты с полными клиническими данными. Диагноз злокачественной опухоли выставляются именно здесь. Сейчас смотрим опухоль и проводим исследование молекулярно-генетического профиля карцинома молочной железы. Несколько показателей, нужно их отсматривать, несколько стекол, скажем так, пазлы собираем. И вот, наконец, все готово. Врач может рассмотреть изображение и выдать вердикт. С помощью технологий можно прицельно метить, маркировать клетки, и все становится ясно. Помимо обычной световой микроскопии, мы можем также и оцифровывать изображение, то есть переводить его в такое состояние. Здесь мы можем видеть уже на широком экране, вот обратите внимание, рак легкого, нормальная ткань легкого, опухоль выглядит более темно. Лаборатория проходит несколько систем контроля качества ежегодно. Специалисты проводят иммуногистохимические, молекулярно-генетические исследования для пациентов практически всей области. Иногда она не похожа на лаборатории из кинофильмов, но здесь зачастую происходят вещи куда более важные. Чтобы в этом выпуске программы не было явного перебора с медициной, предлагаю сменить тему. Я недавно провела некий оздоровительный марафон по модным фитнес-направлениям. Получила удовольствие и сняла для вас видеоотчет. Слово «фитнес» пришло к нам из английского языка. Оно означает соответствовать или быть в хорошей форме. А хорошая форма – это не только идеальный вес, состояние кожи и мышц, но и яркие эмоции. Способов достичь этого много. Выбираем самые приятные и эффективные. Решили открыть такие направления, как пилатес, йога, тренажеры, латиноамериканские танцы и стрейчинг. В групповых занятиях наши женщины по-новому раскрывают себя и выбирают уже себе те направления, которые им по душе. Хорошо организованная фитнес-зона, где продуман даже вид из окна. Такая обстановка дарит тем, кто заботится о своем здоровье, новые возможности. О том, насколько хороша йога, мне рассказывать вам не нужно. Вы все прекрасно знаете, йогой занимаются все звезды мирового шоу-бизнеса. Я просто буду наблюдать за девочками и выполнять все те же движения. Растяжка и расслабление. И вместе с тем, настоящая духовная практика. Йога обладает чудесными свойствами. Начиная от облегчения болей и заканчивая концентрацией внимания и своеобразной медитацией, инструктор позаботится о том, чтобы знакомство с восточными практиками стало безопасным и увлекательным. А у нас, глядя на нашего привлекательного педагога, появилась надежда стать такими же гибкими и растянутыми. Тренажеры помогают поддерживать мышечный корсет, подтянуть грудь, подтянуть ягодичные мышцы, сформировать талию, избавиться от лишних килограммов. Тренажерный зал сегодня – это не просто модно. Современные тренажеры сконструированы так, что акцент ставится прежде всего на безопасность. Тренажеры имеют разные режимы, поэтому инструктор всегда поможет выбрать тот режим, который не навредит вашему здоровью. Если хотите стать выносливее, подкачать мышцы и похудеть, тренажерный зал подойдет идеально. Здесь территория здорового образа жизни, так что мотивация стать лучше просто великолепная. И приятная компания только вдохновляет. Занятия проходят под контролем инструктора, без вреда для позвоночника, потому что многие клиенты приходят с проблемами именно позвоночника. Кстати, разговорившись с теми, кто ходит в зал регулярно, с удивлением узнала, что их цель – не только хорошая фигура, но и решение проблем со здоровьем. Дальше меня ждал сюрприз. Был он молодым, очень симпатичным и, как оказалось, весьма профессиональным. А у меня сегодня персональный инструктор по танцам – Максим. Уже на первом пробном занятии я научилась основному шагу и характерным латиноамериканским движениям, хотя соревноваться с опытными танцовщиками мне еще рановато. Я сама занимаюсь танцами, и танцы – это жизнь, это уверенность в себе, танцы позволяют раскрыться. Благодаря танцам ты действительно можешь себя почувствовать женщиной, любимой, желанной. Выберите любимое направление и вперед! Чувство полета и здоровье как бонус, латино, танго, секси-стайл, лекарства для тела и души. Танцующая женщина пластично, красиво и довольна собой. Танцующий мужчина грациозен, силен и окружен вниманием. Живое и яркое хобби – то, что нужно в большом городе. Я получила удовольствие и, как обычно, протестировала несколько востребованных направлений фитнеса. А вам, дорогие зрители, как в набирающем популярность интернет-течении «Следуй за мной», предлагаю последовать моему примеру и осваивать все фитнес-возможности нашего города. На Западе набирает популярность фитнес по звездам. Комплекс занятий и их чистота подбираются в соответствии со знаком зодиака, занимающегося. Так, козерогам, тельцам и девам советуют уделять больше внимания тренажерным залам и не увлекаться плаванием в бассейне. А вот рыбам и ракам, как говорится, сам знак велел сконцентрироваться именно на водных занятиях. Дом эстетики и медицины «Формула», лицензированный медицинский центр, эксклюзивные методики похудения и косметологии, диагностика, массаж, аппаратные процедуры, инъекционные методики. А теперь и уникальная фитнес-зона. Мы находимся в Челябинск-Сити по адресу Кирова, 159, офис 1706, телефон 211-50-30. Но все-таки от медицины в медицинской программе никуда не деться. Тем более, что тема впереди очень важная. Хочу рассказать о технологиях, которые наши челябинские врачи противопоставляют инсульту. Классический путь пациентов с острой сосудистой патологией выглядит так. Собственно, инсульт, больница, две недели ожидания и только потом операция. Такой метод одобрен и давно принят. Ежегодно в Российской Федерации случается примерно 400-450 тысяч инсультов. Первичный выход на инвалидность составляет 75%. То есть из четырех пациентов, три пациента – это первичный выход на инвалидность. Колоссальные социальные потери. Челябинские хирурги с таким ходом событий мириться не готовы. Они решили не ждать так долго и начали проводить операции в остром периоде, первыми в регионе и в числе первых в России. Уже есть три таких случая. Мы реально спасли двоих молодых людей 38-41 года, которые поступили к нам в остром периоде инсульта с острыми тромбозами. И мы в течение буквально нескольких часов после поступления к нам они были прооперированы, удалены вот эти тромбы и полностью регрессировали неврологические дефициты. То есть они фактически абсолютно здоровы. Логика ясна. Чем дольше срок ожидания, тем меньше вероятность восстановления функций и ранней реабилитации. Тем не менее, такой подход назвать стандартным нельзя. Первых двух пациентов прооперировали открытым способом. Для третьего случая был выбран эндоваскулярный подход. Причины для этого были серьезные. Эндоваскулярная методика выбирается в данном случае тем пациентам, у которых... Это возрастные самые первые пациенты, тем, у которых сопутствующая патология достаточно серьезная, которая может осложнить открытые, например, проведение открытой операции. Время дорого. Буквально в течение часа специалисты провели все необходимые исследования и доставили больного в рентгенохирургическую операционную. Когда мы сделали ангиграфическое исследование, то мы увидели достаточно серьезное сужение с признаками нестабильности пляшки. И, видимо, вот это место и послужило причиной того состояния, благодаря которому пациент обратился, не обратился, а был привезен родственниками в больницу. Мужчина поступил с неврологической симптоматикой, нарушение речи двигательных функций и, что самое неприятное, хронической абструктивной болезнью легких в анамнезе. Это дополнительно осложнило процесс. Но врачей не напугало. Предварительно перед имплантацией мы ставим устройство максимальной защиты выше места сужения для того, чтобы те фрагменты вот этой вот нестабильной бляшки, которые могут дислоцироваться и закупорить ветки уже сосудов головного мозга, они будут, так сказать, пойманы специально. Вот этим вот мы имплантируем это устройство, то есть устанавливаем он в виде зонтика. Существует два метода операции. Это открытая операция, когда скальпелем после разреза бляшка убирается, которая суживает просвет сосуда. А есть недоускулярные методы лечения, когда при помощи баллона через сосуд стента восстанавливается просвет, кровоток по пораженным сосудам. С пациентом, 77-летним Евгением Сергеевичем, сегодня все хорошо. Медленно, но верно он идет на поправку и готовится к активной реабилитации. На вопрос, что же произошло, долгих и слезливых историй не рассказывает. Я не помню точно. Меня утром стало плохо, я уже даже плохо разговаривал. Срочно меня в больницу. Ну, нормально, все хорошо. Спасибо врачам, это помогли. Дальнейшее восстановление, конечно, займет время. Ему помогут в отделении реабилитации. Для этого существуют новейшие аппараты. У докторов было лишь терапевтическое окно в 4-6 часов. У пациента же теперь есть самое главное. Полноценные функции организма и сама жизнь. Ну и в финале программы расскажу о том, что происходит с человеком после того, как ему устранили подвывих атланта первого шейного позвонка. Пару месяцев назад мы с сыном Акимом обратились к вертеброневрологу. Плоскостопие, головные боли и боли в ногах доктор связал с подвывихом атланта первого шейного позвонка. Обычно это родовая травма, поскольку ребенок, рождаясь, то есть он вовсю пользуется этими суставами, то есть вставляясь в полость таза, выходя из полости таза, поворачиваясь, получая вот это вот смещение. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Акимом прошли курс процедур и нам был назначен повторный прием, повторный осмотр, как все прошло. Вот привела вам парня, давайте уже его смотреть. Это здорово. Вы принесли мне карту, давайте я посмотрю, что там у вас было. Устраняя смещение первого шейного позвонка, работая в крайней вертебральной зоне, мы позволяем восстановить функцию, именно восстановить полную функцию центральной нервной системы. Нервная система является тем звеном, которое делает человека целым и здоровым. И если смещение первого шейного позвонка, сдавливая продолговатый мозг и уменьшая кровоснабжение за счет поворота в шее мешает центральной нервной системе работать в полную меру, то после устранения смещения центральная нервная система начинает работать в полную меру. Что-то изменилось? Раньше он часто жаловался на головные боли, на то, что после бега или ходьбы у него болят ноги. Вот сам скажи, болит теперь голова? У меня голова меньше болит. А ноги все равно болят. Мы работаем с мышцами прямыми, косыми, именно с теми мышцами, которые удерживают атланк в неправильном положении. И это глубокое воздействие, поскольку это самые первые мышцы, дальше у нас еще несколько слоев мышц. И нам очень важно с помощью аппарата достичь именно тех мышц, которые удерживают атланк в неправильном положении. Работав с мышцами, мы позволяем суставчику включиться в работу, и он уже никогда не встанет на свое неправильное место, потому что именно центральная нервная система будет удерживать его в правильном положении. Выполняли вы все рекомендации, которые вам дал доктор? Нам давали брошюрку с упражнениями с некими. Мы делали но может быть не так упорно, не так тщательно. Аким, ты выполнял гимнастику? Да. Отлично. Делали лилевый массаж? Да. Здорово. Давайте посмотрим, какие изменения произошли. Разуйтесь, пожалуйста. Первый шейный позвонок справляется за один визит к доктору. Разница заметна сразу же после процедуры. Но важная задача достичь пролонгированного действия. Каждый день можем отмечать, что у нас то перестало болеть, это перестало беспокоить и так далее. То есть это такой нарастающий эффект. А давай ты Аким ляжешь ровно, прям ровно, ровно. Хорошо. Поверни голову в левую сторону. Спасибо. Пяточки остаются на одном и том же месте. То есть я могу сделать вывод, что Атлант функционирует. Поверни голову в левую сторону. Хорошо. Поверни голову в центр. Спасибо. И в другую сторону. Замечательно. Что я вижу здесь? Я вижу, что повороты головы стали симметричные в обе стороны. То есть ваш Атлант стоит на своем природном месте и функционирует. Но вы обратили мое внимание, что у вас все еще болят ноги. На самом деле ваши изменения только начинаются. Для Акима важно не только избавиться от постоянных болей. Задача максимум постараться исправить сколиоз и плоскостопие, которые, кстати, тоже являются прямыми последствиями подвывиха Атланта. Амортизация очень важна для тела. Правильно? То есть посредством устранения смещения мы позволяем вернуть функцию позвоночнику, то есть амортизирующую в том числе. Теперь нужно вернуть функцию ножкам. И вот наши мышцы изменятся и вернем свою правильную форму стопы. Когда ты научишься вставать легко до 100 раз, то есть ты качаешь стопу, тогда можно взять какую-то опору и уже качать ножку с большей интенсивностью. На контрольном фото сразу после процедуры и сейчас можно легко заметить разницу. Встань ровно и расслабься. Хорошо? Внимательно следить за состоянием позвоночника и особенно шейного отдела. Оберегать его от травм. Нечаянная или даже незамеченная травма может стать причиной многих проблем. Но, к счастью, их можно исправить. В конце концов, позвоночник это единственное, что действительно всегда вас поддержит. Почти у всех млекопитающих количество шейных позвонков ровно 7, а у птиц это число может доходить до 25. У разных видов калибри 14 или 15 шейных позвонков, то есть в два раза больше, чем в шее жирафа, которая может достигать 3 метров в длину. Атлас-профилакс метод устранения подвывиха первого шейного позвонка. Внимание! Подвывих первого шейного позвонка самая частая причина головных болей, болей в шее и проблем с позвоночником. Прием проводят специалисты Атлас-профилакс из Санкт-Петербурга. Мы будем в Челябинске с 16 по 18 июля. Предварительная запись по телефону 248 75 03 Медсовет завершен. Надеюсь, что я хоть как-то влияю на вас и вы с большим вниманием будете относиться к своему здоровью. До встречи через неделю! Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской одежды Prima Emporio ТРК Горки 1 этаж. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин